а честные на байкале миф или реальность куда смотрит омбудсмен астахов взятки варягам и счастливое возвращение из другого мира сегодня среда и мы поговорим с вами о наиболее интересных на наш взгляд публикациях в свежих республиканских газетах поэтому о том с кем и где пел иван далматов мы говорить не будем здравствуйте я владимир банчиков эта рубрика золотые перья начнем с новой бурятии очистные сооружения и байкал большинство очистных сооружений в бурятии были построены в 30 70-х годах и давно устарели в городе улан-удэ например главным загрязнителем воды является оао водоканал которая с 95 года прекратила хлорирование опасных стоков при условии внедрения новых технологий однако до сих пор ничего внедрено не было в прошлом году за сброс загрязняющих веществ предприятию насчитали штрафов на рекордную сумму 36 миллионов рублей которая будет взыскана в суде что касается бурятии в целом то на сегодня в республике работает только пять из семи основных очистных сооружений со сбросом в реки впадающие в байкал теперь московский комсомолец рубрика злоба дня стас белобородов 33 процента а из нее этой картины получается что 33 процента школьников в каждом районе республики и улан-удэ не имеют возможности заплатить за школьные обеды это значит что треть семей не в состоянии выделить собственным детям по 25 рублей на горячее питание и что самое поразительное такой расклад не меняется с годами если бы цифры отличались друг от друга хотя бы на три-четыре процента можно было бы согласиться что органы местного самоуправления ответственно подошли к выявлению льготников но 33 процента у всех словно под копирку с разницей в десятые доли как это объяснить фактически послание господину астахову хотя у нас есть собственный омбудсмен по правам ребенка теперь информполис и блестящий на мой взгляд исторический экскурс под названием мэр грабитель взятки варягом любой чиновник чуть ли не ежедневно напивался и наедался в купеческом доме потом одалживал деньги естественно никогда этот долг не возвращался поэтому кехтинские купцы специально заводили в своем ежегодном бюджете определенную сумму для одалживания чиновникам вспоминал талька гринцевич в книге о прожитых днях история имеет свойство повторяться особенно если не учитывать ошибок прошлого похоже мы не учитываем и наконец номер один из статья марины ушаковой я вернулась из другого мира это путешествие в котором было не больно и не страшно путешествие в мир добрых людей которые меня спасали собирали для меня какие-то деньги суетились вокруг меня тогда я понимала что могу стать инвалидом но старалась об этом не думать я просто мечтала встать я считаю себя абсолютно счастливым человеком и у меня своя теория счастья в первую очередь нужно не ругаться необходимо уважать людей которые рядом самая сложная проблема наше общество конфликты конфликт конфликты давайте радоваться каждому дню и стараться делать счастливее и себя и окружающих нас людей на сегодня это все увидимся через неделю